Давно не виделись. Да, с самого утра. Да. Игнатий Тихонович, у меня несколько вопросов. Вот два вопроса по Писанию и потом еще один вопрос о миссионерстве в Православии. Значит, первый вопрос, в общем-то, он у меня возник по размышлению по теме нашей беседы, которая утром состоялась. И вот я вспомнил вот еще один такой момент, ну, во всяком случае, я бы хотел его прояснить по поводу сказанного в книге «Бытия», в частности, об этом говорится в 12 главе 2-3 стихи и 21 глава 18 стих, где Бог говорит Аврааму о том, что произойдет от него великий народ и Бог говорит о Гарии, где также вот в 18 стихе говорится «Ибо я произведу от него великий народ». Вот из Моила. Вот два великих народа. О каких народах идет речь? Но если с Авраамом понятно, вот, и, в общем-то, о Измаиле тоже понятно. Но почему Бог говорит о величии и первого, и второго народа? Вот как это понимать? Большой, известный, знаменитый. Хотим мы, не хотим, а сегодня говорим о мусульманах. Их называли Агаряне раньше. И савряне в дальнейшем будут называть. Но никак, измаильтяне. То есть это все происхождение упирается в одно. Так что великий народ, конечно, великий, очень многочисленный. Русский народ почему назывался великим? Вот сейчас я узнаю, это где-то в 13-м году было у русских. 40% населения до 15-летнего возраста. А сегодня 12%. То есть эти данные, когда просчитаешь, тогда понятно, какой был великий народ, еще с ним стало. А почему? Тут только одно, гордость. А мы такие, мы непобедимые, везде лезли, войска посылали, сбережения народа не было, и все. Великий, значит, многочисленный. Известный, воинственный. Вот и все. Понятно. Благодарю. И вот еще один вопрос по Евангелию от Марка, 9 глава, 38-40 стихи. Присем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим не тянет бесов, а не ходит за нами. Запретили ему, потому что не ходит за ними». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре засловить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». Вот этот стих очень любят протестанты и на него напирают. А что именно? Как напирать можно на него? Они говорят о том, что когда разговариваешь и говоришь, в частности, с харизматами, что, у вас это есть не что иное, что это не дар языков, как вы это понимаете, а на самом деле это самое, что ни на есть безнования, и что у них есть какие-то определенные действия, где происходят некие исцеления и так далее, они говорят, как так, что мы раз творим чудо именем, мы же не можем в то же время возгласовить им, возгласовить некую хулу путем вот этих гласолалей, которые они используют. У меня сейчас такой из Америки желает переписываться, а по скайпу никак. Потом, когда-то, как-то, где-то, как-то, все это. И что он говорит, мне это от первой до последней буковки известно, потому что это моя духовная родина, где я впервые получил Евангелие. А он никогда даже не спросит, знал ли, слышал ли я это черта сектантов. Он не знает даже, что я знаю, и он начинает тогда говорить. Вот я жу на эту улицу и хожу, а он только встретился со мной, первый раз говорит, а знаете, вот туда пройти в магазин, вам нужно прямо идти и потом завернуть направо. Да я живу здесь полста лет. Вот хотя бы узнаю, где я живу, прилежий я или нет. У них вот это самое. Встречается, начинает, а вы, а вы знаете, Христос умер за нас. Вот такое открытие. Открытие делает. Вот у меня у моей сестры сын, он пришел из дому и в школе-то, папа, а ты знаешь, какой сейчас век идет? Он говорит, и какой же? 21-й. У него, понимаешь, век, и да еще 21-й, ему кажется, такое открытие. Он говорит, слышал я, сынок, про это. А еще дальше, дальше-то ничего и нету. Вот это вот сектантское. Вот первое, что коснулись, требует иногда тоже расширения, пояснения. Почему цыганский народ не может быть великим? Латышский не может, он малочисленный. Литва, Эстония, там по полтора миллиона. Ну ладно, не воюют, не чеченцы там режут друг друга, тоже там даже миллиона нету. несколько сот тысяч. Этот народ великим никто никогда не назовет. Воинственный, да, мстительный, да, вот, гордый, да, гордые горцы, там проще. А это великий народ, великий. И по этой, если мерки верят, самый великий, конечно, это китайский народ. Вот так, тем более, изобретение там, и проще у них сейчас на высоком уровне. Они все воруют, уже переделывают, там, рейка, гвоздик один добьют, и нечего выдумывать, оно же выдумано где-то. А ваши эти там права на изобретение, плевали мы на это. Вот, теперь относительно, вас интересует, может быть, об языках это говорили, и что им говорить-то, а зачем говорить? Если нет, говорит, толкователя, молчи. Они не могут молчать, вот и все. А он обнаружил, языки, говорит, суть знамения для неверующих. А для каких они, тоже они знают. Ну, для каких, я говорю, неверующих. Ну, а вот неверующий зайдет, увидит, что мы разговариваем. Ну, зайдет и скажет, не объяснуйте, если вы дальше-то считаете. Это для неверующих, которым веры не было, чтобы Бог их принял. Я не верю, вот, и тогда Бог давал языки. Сейчас он и пишет мне этот, говорит, отцы утеряли, а мы стараемся восстановить, подкорректировать. Такие слова все, это ни одного евангельского слова нет. Баптисты неправильные, вот, мы самые правильные. Еще ничего не разговаривают, уже самое правильное. Их не касается ни церковь, ничего, он думает так. 20 лет все корректирует, и, видимо, там с пророчествами неладно у них, ну, явное дело, лжепророчество. Ну, почему не называть-то? Прямо назвать лжепророчество. Языки эти не от Бога. Хотя бы так скажи, в смягчающем тоне. Хотя понятно, что это демон крутится с человеком. Ну, покаяния-то нет. Ну, какая ты церковь? А мы церковь 50-ников. Ну, когда она так называлась, церковь? Никогда. Церковь Христова была. Поэтому не надо удивляться, что они такие, если они были и будут. Ему один раз сказал, вы верите, что духи пророческие повинуются пророкам? А у вас нет толкователя, вы все до одного разговариваете, кричат как гуси, говорят, перед закланием. Ничего нету, все. Это не Божье. С ними много не надо говорить. Ты один стих возьми вот этот стих, им несколько раз продавил, у них начинает помаленьку, помаленьку поднимать этот шибер с глаз-то. вот весь ответ. потому что у меня сегодня тоже был разговор с одной душой. Но они, протестанты, они как-то ведь не любят себя обозначивать, кто они. Они не говорят. Они говорят, мы христиане, ну вы знаете, мы евангельские христиане. То есть, если я православный, я сразу говорю, я православный христианин. Вот. Просто она мне сразу говорит, а почему вы называете меня сектой? А почему вы считаете сектой? Я говорю, ну потому что сектой есть. Я говорю, здесь ничего обидного нет. Секта это часть, слово секция есть. Вот. Я говорю, почему секта? И вот сейчас есть вот этот стих, что Христос же не прогонял вот нас других. Он позволял, вот в этом плане, я вот как бы, как вот работать с этим стихом, когда вот эти вот... Это за вас, за вас. За нас это не означает, что он в церкви находится-то. Да, да. У меня много людей, которые не верующие, там за меня мусульмане, евреи, заступаются прямо. Но это не означает. Тот за... Раз не против, он за вас. Ну раз не против, он принимает это дело. А если он не принимает, он будет против, он и за вас. А в церкви речи нет совсем. Церковь, вот ты открой карманный словарь атеиста, и там написано секта, это такой институт, называют его, которым нет священства, нет института священства. Вот как. Да, да. А раз нету, значит и нету. И выдумывать не надо ничего. Зачем ты называешься церковь? А если ты церковь, назови, кто в третьем веке так верил, как ты? В четвертом, в пятом век, это век, не год. Ну назови по именам. Да были их гнали, ну были гнали, теперь называй. Никого нет. Был и арий еретик, он известен. В Македонии был он известен. Тортулян не так понимал, известен. Арий день не так понимал, церковь знает его. Вас-то никто не знает, какие имена ваши сегодняшние. Когда началась-то? Ну и покажи, вот оно, сто лет есть или нет. Никак лютеранство, раньше лютер-то не могло возникнуть. И марксизм раньше маркса не возникал. Вы что-то уползли вниз, у вас над головой большое пространство. Подняться. Нет, не так. Там этот, о, опять опускается. Вот так, держитесь. Хорошо. Вот ответ, пожалуйста. Спасибо, Христос. Игнать Тихонович, и еще один вопрос, пожалуй, самый главный. Мы знаем, что в истории, особенно в новейшей истории русской православной церкви, миссионерства совершенно не было ни в каком почете. И поэтому говорить о том, что миссионерство сегодня как-то развивается, ну вообще не приходится. Более того, мы наблюдаем совершенно обратную реакцию и совершенно ситуацию, которая, ну кажется, наверное, дикой. То есть вот именно апостольского служения, благовестие, то, к чему призывает нас Господь, вот в том смысле, в котором оно должно быть, оно проявляется именно в миссионерстве, его почему-то нет. И вот я наблюдаю то, что происходит сегодня с нашим замечательным миссионером Андреем Куря-Кураевым, человеком, безусловно, талантливым, каким и должен быть миссионер, который обладает многими талантами. И вот он однажды сказал, что почему-то орден миссионера дают епископу миссионерский, а меня миссионера вроде как гнобят, потому что истинно-апостольское служение, оно проявляется именно в этом. С другой стороны, то же самое происходит и с вами, когда нападки вот именно на миссионерскую деятельность, и более того, это же не нападки еретиков, в первую очередь, не нападки еретиков, это нападки из своей же среды. И вот как-то так совпало, что вчера вот как раз и была какая-то дисциплинарная комиссия, приезжала из Новосибирска с Андреем Кураевым, в то же время параллельно идут нападки опять же из своей православной среды на вас. Вот почему именно в это время вот связаны вот эти вот нападки, куления и так далее. Вот как про Андрея я умолчу, он за себя сам ответит. А про меня я могу маленько что-то сказать. Вот кто нападает, я не могу их не знать-то. Помаленьку что-то как-то просащится и узнаю. Все до одного должны быть извержены. У них грубейшее нарушение с рукоположением до 30-летнего возраста. Это Вселенский собор. Никакой экономии тут нельзя объяснить. Но экономия это снисхождение, он больной, но разреши ему масло растительное, не молоко, он не имеет права на это. Экономия церкви предусматривает это. Слишком старый, слишком молодой разрешается растительное масло и вино. Но здесь-то другое. Зачем ты раньше времени полез? Ну, сколько лет в Америке? Ну, закон принят президентом может быть человек, проживший не меньше 10 лет в Америке, гражданином и не моложе 35 лет. Ну, а может поставить 34 и 11 месяцев. Нет, ни одного. Закон гласит, то есть отложить выборы, когда исполнится. Ну, здесь-то построже, наверное, Вселенский Собор, он ссылается на правило, что и Христос вышел не раньше 30 лет-то. Все, с ним разговаривать еще, ну, первых, не священник. Это первое. Ну, а дальше еще с ним разговаривать. Вот, по отношению меня они что имеют? Говорят там, кто-то где-то говорится. Если ты священник, ты должен был просчитать 6 слов Иоанна Крестителя священствую. Если он их не считал, а они их не считали, и он пусть считает посрочно, и он увидит, найдет ни одну, ни две причины, что он не должен быть священником, он не достоин приближаться к этому святому званию, а он туда залез. Он спорит-то не со мной, он спорит со Златоустом, а Златоуст пишет вдохновенный Духом Святым на основании Слова Божия. То есть он воровским путем записался, залез туда и дальше. Писание не знает. Дальше священник, ну я имею ввиду архиерей, патриарх, он должен быть смелый, как лев. Как Ель говорит там 3.11, туда, Господи, веди твоих героев. Они все трусливые, корысь и трусость. Страшная трусость. Они боятся себя назвать. Разговариваешь, только нигде обо мне не упоминайте, только не скажите. Мне гнусно просто, знаете, общение с ними вот такое. Он заражает тебя, как гниль какая-то течет. Ну выйди прямо, скажи. Ну ты видел, что они так поступают. Почему Андрей это сказал, а ты не сказал? Молчанием предается Бог. Григорий Богослов говорит. А почему ты не скажешь этого? Ну хорошо. Один из примеров. Вот Степаненко Максим. Ну как сказать, председатель или как миссионерского отдела Томской епархии. Ну назвал женщина, которая рождает без мужа детей, наживает где-то. Это блядь. Это литературное слово. Как на него поддели. И архиерей сразу снес его оттуда. А на его место поставили какого-то там Алексея Самсонова. это лживейший человек. Не лживейший архиел, а архиел живый. То доказывать не надо. Я докажу в течение пяти минут. Что я езжу на двух уазиках, у меня там съемочная группа, никто ничего не знает, не видел. Он ничего не знает. Он неверующий. Да как ты можешь лгать? Зайди в 8 глава, 44 стих Евангелия Тьяна. Вот где тебе надо сидеть-то все время. И что? Архиерей-то если не боялся бы на этих, на Б, разве он это сделал с ним? А кого поставили-то? Против Максима-то он никакой. Совершенно никакой. Он должен в учениках у него еще сидеть у ног его. А его поставили на своем месте. Он любого будет долбить и колотить. Вот что такое. А раз он знает, что за ним такое есть, его в любой момент могут убрать, он сейчас из шкуры вылупается доказать, что он супер-патриотичен. Православие. Но человек, человек это живой он все-таки, он понимает это. Вот я, я бы отвечал ему, отвечать-то не на что. Мне сейчас пишут, ну зачем вы отвечаете? Они же специально ваше драгоценное время просто воруют, а вы отвечаете. Но я отвечаю на то, чтобы в дальнейшем люди посмотрели. Он ворует мой ролик, гадит там, говорит такое. Даже просто человек, хулиган этого не делает. Это туда в попы лезут, шпана какая-то. Надели на себя эти попоны, ризы. Он может сказать так, как я говорю, облегчая недостатки для исправления. Никогда. Никогда. Потому что он трусливый, жалкий. Он хвост под животом до носа, как у трусливой собаки. И зависть. Они неужели не понимают? Я сегодня только стал, вот Володе говорю, я каждый вечер сейчас выставляю по два стихотворения, насчитанные. А внизу содержание. По два. Завтра два, послезавтра два. Если я по два буду ставить, выходные, в субботу, все время ставить. Почти пять лет надо ставить. По два. Ну, ясное дело, что ты не... Ты вот сегодня прочитай... Вот сейчас кончим, и вы прочитаете апостола Иоанна. Про Иоанна я говорю как. Ну, какую тебе надо паузию еще? Я просто как будто бы рядом с ним нахожусь, как он был, как говорил, что был. Ну, прочитай, а потом скажи, есть ли такое стихотворение где-то? Найди. Оно не просто из Слова Божия, а оно на сегодняшний тон все переначено. И какую пользу взять оттуда? Они не могут. Он начинает тогда клевать, долбить. Ну, мне до того смешно. Это хоть бы взамен что-то предоставил. Вот стихотворение Обьяне, которое показывает на сегодняшний день. Нету в литературе этого стихотворения. А раз на нет, на безрыбье, говорят, рак рыба. Раз рыба... Никакой рыбы-то нету-то. Я не поэт. Охрани Бог меня от их слов-то. Но я выразил вот такими словами. И как можно на это нападать? Я неправильно сказал? Нет. Это понятно. Они не такие. Это они хорошо знают. Они потеряли образ Божий. Образ. Они его потеряли внешне, потеряли внутреннее. Духовность. Нет такого слова в Библии духовность. Это Горбачев придумал слово. А они безграмотные, невежественные, в высшей степени тупые, неталантливые. Просто я не знаю какое слово бы не взял. Самое отрицательное оно именно к ним относится. И он нападает. Я не знаю кому отвечать-то. Если бы он вышел перед народом, вызвали меня. Вот им говорили вызывайте там этого Скоротовского. А почему вы меня не вызываете? Тоже по скайпу им говорит-то. Говорит-то. Ну и дайте мне возможность сказать-то. Нет. А я видел сон, когда три змеи выползли на меня-то. Я его объяснял там ролики стоят-то. Я утром стал ребятам разговаривать. А их трое за столом. Я говорю, не вы ли тут змеи против меня собрались? Ну засмеялись и все. Я пошел Витя рассказал. Я говорю, Витя, бодрствуй. А теперь, когда я их увидел, они сидят в студии. Дудин Сергей, Скоротовский там Виктор откуда-то говорит и этот Самсонов Алексей. Я понял, вот они вылезли. Порождение Ехиднина-то. И ни одного слова не говорят. Друг за друга прячутся и оттуда пытаются. Но я неуязвимый для них. Они тем более злобятся. Как? Он не понимает, что он против благовестия идет, что мы неравные совершенно с ним. У него, он еще под стол пешком не ходил, когда я уже благовестником был. Ну ему нету 37 лет. А я 53 года на этом поприще-то. У него ни уважения, ни к чему, нету ничего. Он не понимает, потому что это его кормушка. Я сегодня сказал, ну его там давят Максима-то, да ты брось иди свидетельствуй-то. Будь свободен-то. Я никогда не был зависим ни от кого. Ни от кого. Я рос совершенно свободно. Я смотрел в Слово Божие, непонятно, я на молитву и простираю руки. Ты со мной рядом не жил. Например, человек пьет, мирянин или священник, но пьет, и лечили, и вшивали, ничего нету. Ну а как вылечить? Очень просто со мной жить в одной комнате. И он пришел ко мне жить. Он говорит, у меня мама больная там совсем. Ну позвонили, сестры, возьмите ее на обеспечение. Они за ней там ухаживают, кормят. Он у меня живет. Вместе вставать, вместе молиться. Идешь на работу, кусок хлеба, вернешься, дальше будем работать. Прошла неделя, нету, по сегодняшний день нет ничего. Вот действие какое. Я знаю как, конкретно. А как человека узнать, а может он хитрый как-то, ну, прилипляется где-то к нам в деревню, когда мы в лагере. В течение трех месяцев он весь раскроется, потому что это работа будет. Работа! Вот что у нас с Никитой есть? Из него такое вылезло, полная биография. Вот и все, он и сам себя не знал. Теперь он знает. Он в болевые точки определенно, и я показал, как с этим бороться. записка вот должен, это убирать, вот это делать, вот это звонить где-то, хоть чуть-чуть память попытаться развить. У него совершенно нет памяти. Он через минуту опять тоже делает. Через секунду опять делает по-своему. И я, однако, на нем крест не поставил. Договорили, что он первую неделю приезжаем сюда, он живет там. Ну, он побыл здесь, тут работа какая-то была, что-то ходили, ну, на следующей неделе перешел туда. Неделя прожил, сейчас вторая неделя там. С Сергеем ездил, вчера, он его уже оттуда, сумочку на плечо вешает и иди обратно к Игнатию, не могу больше терпеть тебя. Все делает по-своему. Что дал сделать, он и не будет делать. Ну и все. Это уже другой человек, не моей формации. Ну, ты в людях живешь. Я живу на квартире, хозяйка там помидоры что-то делает, собирает, поливает. Я ведра схватил, бегу в техникум и учусь. Она пошла куда-то, я вырвал ведра, у нее побежал колонн. Когда дуют коровы, я научился скорее. Она белье гладит, я уже утюг взял, проглаживаю. Я на квартире живу. Я на квартире живу. И поэтому я должен быть послушным. Любой момент ухватиться, чтобы меня, говорится, не лишили квартиры. А у него этого понятия никакого нет. Вот я говорю о том, что сам знаю, как жить на квартире. Я с 10 лет на квартире живу, по квартирам. А потом Бог сразу сделал, что у меня все есть. Вот теперь и говорим, как надо учиться. Смотреть самый корень. Для Бога. Вот они говорят эти слова, для Бога на суде Божьем потребуются? Нет. Здесь они, какая задача меня парализовать? Но они даже умом не понимают, что это невозможно. Невозможно. У нас были одни ушли, мы добьемся, чтобы общину сняли с регистрации. Я говорю, это и Путин сделать не может. Президент этого не сделал. Почему? Президент это гарант Конституции, а не нарушение ее. Мы по Конституции зарегистрированы, за нами нет никаких замечаний, отчеты мы даем, все выплачено. Как он закроет? И кончилось это, и ушли, и все. А потом встречаются и говорят, ой, что попало делали? Что попало делали? Ну, я заранее знал это. Так и эти. Мы по пунктам начнем говорить, что я их раззадорил. У каждого был момент, где я толкнул больную точку. Вот у меня был этот яромонах. Все нормально. Вот считай, пятый том открытым оком, посчитай, там его предисловие. О монахах. И я его, это предисловие, против меня написано, и я его поместил. Это чем-то говорит или нет? А я издатель, я бы это вышеркнул. Ничего подобного, я все это поместил. Самое грязное, против меня я все помещаю. Я доверяю своим читателям. Это не интернет. И что с ним получилось? Он поднялся. Ну, ничего не получилось. Он наконец поступает на теологический факультет. Ему века-то не нужно. И яромонах. Дальше он еще больше начинает дуться. Оболчил он такой. И наконец сбросил все с себя, женился, живет. Любому монаху скажи, что яромонах бросил, женился, это все понимают, самая страшная катастрофа в его жизни. Я заранее сказал, не трогай меня, отойди от меня. Потому что ты не со мной борешься-то. Я тебе по слову Божию, оно не вмещается, ты борешься со словом Божиим-то. И вот эта катастрофа, вот только что, наконец-то, мы все это узнали. Ну и как? Я всегда был благодарен ему. Он на этом вот верху у меня на этаже лежал и учил, и шрифты все эти он ставил. То он меня многому научил. Моей молитвен ежедневно, как отступник. Помилуй его, Господи. А помилование можно только через развод, когда он разведется. И любой скажет, да какие жестокие слова. Правила церковные, пойдите в любой монастырь, спросите патриарха, ответят только одинаково. Другого нету. Он связан обетом. Лучше не давать, нежели давший нарушить. Ибо ты, говорит, на земле, Бог на небе. Считай, экклесиаста. И вот здесь они нападают. Понимаете, он учился, и думают, он учился, семинария, и вдруг кто-то говорит, а кто говорит-то? Ты прочитай, какие ссылки я делаю. Ты посмотри, что сейчас в церкви. Они не понимают, они все уголовники, попы уголовники, они убийцы. Почему? Апостол Павел говорит, я возвестил все, не упустил ничего, руки мои чистые, открою всех. А если не возвестил, значит, руки в крови, он погибает, а я у него повестил, из Экиля 3,18. Его кровь я взыщу с тебя. Так у них-то таких миллионы, миллионы погубленных ими. Сколько абортниц там стоит, сколько этих Б наполняют церковь. Это не моя работа, это их работа. У них не просто брак, а хаос полный. Они не знают ни канонов, и все это оправдывает, любое безумие. Ясное дело, что, ну, баптисты они никогда не пройдут, а я внутри церкви показываю, жить можно по канонам, согласно Евангелия. Их, они ненавидят меня, имеют очень веское основание. Очень веское. Потому что то, что говорю я никто, ни Осипов, ни Смирнов, ни Дмитриев, никто не говорит этого. А то Кураев тут чуточку захватил, где-то маленько. А для меня авторитетов нет. Почему он сказал, Андрей Кураев, Игнатий меня по всем кочкам пронес. Я его 120 раз упоминаю, почти все время, в отрицательном смысле, в книгах. Только не его, а его слова, которые он говорит, не сходятся с Евангелем. Почему он на меня не раздодорился, не напал? Настолько он выше их нравственно. У меня есть с чем сравнивать-то. А эти, ничего нет. А караван, говорит, идет своей дорогой. И это так понятно, страха Божьего у них нет. У рождения, слышишь, и не было. Они даже не знают этого. И это понятно и объяснимо. Неприязненные отношения, как в милиции говорят. Неприязненные. А какое приязненное, когда только ручку и отошел. А тут этого нет. Я и поцелую, с меня останется. Ну, ты делай дело. У тебя руки в крови. У тебя рот в крови, я говорю, а ты начинаешь судить что-то. Он ничего не делает. Он не знает. Нет. Поэтому объяснимо это. И почему они против всех, которые миссионеры? Потому что, так главное, рождение нету. Церковь мертвая, я называю скотомогильник, Потому что, я не разумел, Бога был как скот при тобой. Скот? А какой скот? К погибшим обцам Израиля. Погибший скот лежит. Что это такое? Это скотомогильник. Чего? А то необычное слово, я его употребил, оно закрепилось. Как этот, Иннокентий Павлов, архимандрит, и говорит, церковный язык, это феня церковная. Феня. Это, ну, блатной жаргон, который есть. Почему не по-своему? Не говорить по-русски-то. А я обо всем этом говорю. Тем более, вот сегодня мы говорили, я не призываю ни к защите, ни к отечеству, ни к чему, потому что этот вопрос намного глубже. Защиты нету. Защита только от Бога может быть. Нельзя. Они готовы умереть все. И потом, сейчас вот в Сирию, то они ползли, ползли, говорят, десятки тысяч с разных стран, с ирахой везде. А где они тут были? Я сегодня вам ролик дал посмотреть про ИГИЛ истинную, правда, как пришла. Они, пацаненка, пацаненку, кажется, 4 или 5 лет бегает он. Они его научили говорить, что исламское государство непобедимое. Он маленький, пришел, его из плена-то выкупили. И он, исламское государство непобедимое. Какие-то изиды там. А у них даже Аллах Акбар, кричат. Она, мать, говорит, уже полмесяца пробыл, стал маленько пацаненок забывать. Они его бьют и заставляют повторять. Больше повторять не будем бить. В 5 лет они начинают учить его с оружием. Он уже приехал, и тут автомат у них берет, и уже все. В 13 лет уже на боевые позиции. Как они их насиловали там. Как они продавали этих, которые девушки, это они их тут же всех изнасиловали. Да какие там мусульмане-то? Это изверги, это звери бешеные. Поэтому их отстреливают, убирают. Но надо дальше смотреть. Они бы не возникли, если бы мы были настоящие христиане. И бы просто не было. А они нужны. Ну, как сказать, змея нужна. Удав нужен, лев нужен, тигр нужен, вошь нужны, глисты в человеке нужны. Ну, значит, и они для чего-то нужны. А их убивают. Вы голосуете за «Сохрани Бог». Я за то, чтобы им возвестили о Христе. А они вас зарежут. Бог допустите, зарежут. А не допустить, не зарежут. Не зарежут. Нас сильно пугали с Чечнёй, когда мы ездили. Уж ни под каким видом не ездить. Мы трижды проехали. И остались самое доброе впечатление. Я считаю одним из лучших руководителей по региональным местам, где, это Рамзан Кадыров. Он везде участвует. Где-то маленькая что-то зацепка, где-то там мужчинника обидели, заснят, он идёт и беседует. Там один своровал, он беседует отдельно с ним. Там какой-то чиновник что-то где-то взятку взял, он тут же его сразу отдал под суд, уже милиционеры его под руки повели. Вот так надо работать. Так он мусульманин. Ну, я тебе сказал, дальше ещё спорить, мусульманин. Не буддист, конечно. Как у него жена, дети одеты показывают. И он дело делает, он работает. Но и тут он говорит, что их десятки тысяч, это не справится. Это ничего не сделать, не хватит. Их там в Чечне столько людей нету. То есть, и ему тоже голову отрежут, если эти придут. Вот как. А только молиться. Молитва, а остальное Бог усмотрит. Дойдёт это дело. Сейчас взрывы пойдут по всему миру. Они это специально допускают. Америка, потому что главный там масонский центр-то там. И они сейчас спорят, не допускают, чтобы шире разрослось. Им это нужно. И поэтому тут такая помощь от Турции. Это всё согласовано. Это Шульгин Виталий пишет, который принимал отречение царя Николая II. Вот. Мельгунов-то уже где-то 301-я страница воспоминания о нём пишет. Я только на склоне лет в Англии, когда он туда бежал, только там начал понимать, кто такой Керенский был. Александр Фёдорович, почему эти такие были-то? Я только там начал понимать, что это всё из одного центра идёт руководство. И Ленин не появился бы на арене. Как Кайзер спросил свою полицию, когда деньги отпускал, говорит, а что они могут? Они говорят, очень многое могут. Это люди не верующие, они всё могут. Они родные, близких могут убить, что хочешь. Бесы Роман Достоевского. Вот и ответ. Почему советская власть запрещала этот роман? Он был под запретом. Вот вам ответ. В них не ноясь оправдана с их стороны. По-другому никак. Я должен это принять и возблагодарить Бога. Всё, три змея выползли, и окрестным знаменем перекрестился, и они обратно заползли в норы. Вот они сейчас скрылись, и уже новые они там в студии не будешь человек одно и то же слушать десятки раз. А это оно никому не нужно. А что положительное сыграло? Кто-то пришёл из-за этого? Нет. Меня там никто и не знает в этой епархии. Но они подумали, вот мы трое, мы сейчас будем против говорить. Ну сделали. Ну дальше-то какое? Впереди ещё суд Божий будет. А за это время, пока они там собирали это всё везде, в это время у меня сколько всего вышло? Какие встречи были? У меня сейчас целый ряд будет. Уже шесть встреч, кого я решил отблагодарить бывшие за 30 лет назад. Сегодня только один директор у меня был. Сегодня. Которого я нашёл вчера через краевую администрацию и он приехал, чтобы я подарил ему книги. Его удивлению конца не было. Да я сам забыл, когда помогал лет 30 назад. Другой 27 лет назад это всё в роликах пойдёт. А могут они это сделать себе? Не могут. у них этого нет. У них материала нет. А у меня материал. А кто такой с вами говорил про вас? Я рассказываю кто вы. Никогда нигде не попытайся солгать. Даже вон не допускай бояться. А кого бояться? С нами Бог. С нами Бог. Кого боюсь? Вот так. Благодарю Игорь Тихонович. Ещё нужно время для того, чтобы переварить это всё сказанное вайм, потому что сегодня у меня весь день в этом разговоре. И потому включил новости, там был фрагмент. И как раз таки там были по этим событиям, что начинают Бельгии блокировать, предотвращать эти перенитивные меры в Париже и прочее. И в общем-то это очень созвучно с тем, что вам было сказано. В общем-то наложилось одно на другое так вот логично. с этим сотрудникам. Только маленько проясни. Смысл вопроса в чём? Он не вопрос. Нет, это не вопрос. А, не вопрос? А, а. Ну вот я как сказал, так и есть. Это нужно, чтобы везде всё, люди страшились и возжелали лучшего правителя, и он придёт в лице Машааха. Это умышленно всё делается. Террор, 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 взрывы, террор. Даже эти слова в них непрерывно звучат везде. Это как бы объединяет. А сами его распространяют. Террора не будет, им ничего не сделать с народом. Никто не пожелает того. А так они, люди-то все боятся на улицу уже выйти, боятся в транспорт садиться. Потому что они не дорогой стреляют, а в транспорте, в метро. А кого взять, убить? У них всё отлетело. У них, главное, шахи готовят, главное, чтобы уши были целые. Они идут, всячески там уши свои завязывают, потому что ангел, Джебраил должен за уши поднимать в рай. Я просчитал, ну неужели это серьёзно так. И Мула говорит, что вот барана, который жертвует, Курбан Байрандак, на баране они прямо въедут в царство небесное, ну в рай, на баране. Ничего себе. Ну а русские на чём? На свинье? Наше свинство. Они говорят, что сейчас, пули отливают, начинённые салом свиным-то. И чтобы их хоронить нельзя, и в рай не попадёт теперь. Раньше это было в Индонезии. Они говорят, убитых террористов-то завёртывали в свинящие шкуры, зашивали, это давали родственникам, а это уже точно в рай не попадут. И сразу начался отход оттуда, и терроры все закончились. Никто не хочет остаться без рая. А раз он в свиной шкуре, его кому он нужен? А это стреляет, и пули, которые попадают, они начинённые там ещё смазанные свининым жиром. И они сейчас боятся, говорят, как огня этого. Я просчитал, до того удивился. Они ничего не знают, потому что это одержимое кровью, человекоубийца и лжец. Это слуги дьявола. Но они допущены Богом. Допущены. И нам не повелено их убивать. А можно только молиться. У нас другого лекарства, другого оружия нету. Показать любовь. Ещё один вопрос, под занавес, если позволите. Вопрос касается нашей реальной церковной жизни. То есть, есть близкие мне люди, они не сектанты, они в церкви, это православные люди. Но только есть какое-то определённое такое течение мнения. То есть, когда начинаешь обсуждать, возникают какие-то вопросы, по Писанию, то, естественно, я как нормальный православный человек, я апеллирую после авторитета Библии, конечно, к толкованию святых отцов. То есть, Яоза Толк говорит так, и Афилан Болгарский говорит так, ну там, Августик, ну ладно, это западный, допустим, это тоже святой отец, там Ефрем Сирин и так далее. На что я слышу? Ну, к чему святые отцы? Ведь святые отцы, они такие же, как мы. Мы тоже святые, мы тоже в церкви, и мы тоже христиане, на нас тоже, то есть, благодать действует и через нас, почему мы всегда должны апеллировать вот постоянно на отцов церкви? Это такие же христиане, как и мы. То есть, у меня есть ответ, как я отвечаю, но я хотел бы вот попросить вас поделиться опытом, как вот на такие вопросы отвечать. Почему апостол Павел говорит, 13 главе, 7 стиха говорит, взирайте на кончину и подражайте вере их тем, которые проповедовали вам Слово Божие. Не всем подряд и взирай на кончину. Эти люди живые еще. Да, правильно, через всех действует благодать, но есть голос церкви, это общепринятое толкование, это другого никогда не было, и почему мы должны то отвергать теперь, когда это уже опробировано в веках. И видно, что это безошибочно. Это толкование помогло победить разные секты. Поэтому толкование и изъяснение священного писания прожили поколение целое, тысячелетие. Но основание должно быть, чтобы отвергнуть. И как это отвергнуть, когда церковь это приняла? Ну, приняло толкование. И притчи, и все. Они в ответ-то ничего не говорят. Мы такие же, такие же, да не такие. У нас другая жизнь. И мы очень мало похожи на тех людей, которые умерли за Христа, были мучены. Мы просто карикатура на христиан, может быть. И поэтому говорить так, а зачем тебя заносит? Ты то это знаешь, знаешь, то толкование тебе препятствует как-то спасаться. Нет, а зачем? Вот это есть самость и есть гордость. Вот. А они начинают меня в чем-то обвинять. Я как раз ничего своего не говорю. Все каноны. А, он каноник. Ну и что? Каноник. Это достоинство, а не недостаток. Не надо ничего выдумывать. Ты пойди по иконам, посмотри, как все с бородами. Дальше не трогай. Вместо креста галстук там надел. Зачем он галстук ему нужен? Я бы Осипа вот спросил. Зачем? Это веревка на шее. Зачем? По образу мира. Ну, мирские придумали люди совершенно-то. Все масоны, все в галстуках. А тебе-то-то зачем? А вот понимаешь как? Вот привык быть авторитет, бритый. И сколько от него бритых-то этих вышло-то? Сколько он своим видом совратил людей-то? Этот Алеша-то. Ну, мог бы он ну, маленько-то задуматься. А почему? По стихии мира, а не по Христу. Вот и все. Весь ответ. Ну, посмотри даже, которые у тебя иконы рядом висят. Где ты видел такие? Вот они давайте поканонизировать Анна Кроштадского. Канонизировали. Ну, он с бородой. Даже царь Николай прокуренный, тот с бородой. Ну, ты посмотри маленько вокруг-то. Как люди жили-то до тебя. Вот это и есть самость, высокоумие. А на самом деле ничего нет. Меня они не могут ни с какой стороны взят. Как и отец Геннадий говорит. Вас спасает ваша безукоризненность. Ничего нету? Нету ни с какой стороны. Ну, вот они вызывают сейчас Андрея Кураева. Ну, если Господь допустит, пусть меня вызовут. Ну, где представители Москвы будут, туда-то не поедут, и здесь что были. Я-то поехать никуда не могу. И вопрос. Но по Евангелию, по Святой Библии ничего нигде нету. Дворкин там начал заниматься мной, будто бы его кто-то там отодуден или кто-то, не знаю, кто там поручил. В прошлом году или позапрошлом было, Почаева там, профессор кто-то, опять все съехало. Даже не оповестили меня. Они подыскиваются, ищут скрижищен зубами, а ничего нет. И нету ничего во мне. Я желаю только одного, чтобы люди познали Христа. Была у них встреча. было рождение свыше и жизнь в Духе Святом. А это означает, ты будешь на небе. Ну и давай вот в этом ракурсе и работать. Все. Благодарю. Это действительно будрость, потому что я бы об этом никогда не подумал, что вот видите, вот именно так. Вот вы сказали вот эти первые буквально строки со Слафрика после Павла. Павла, все, вот тебе кажется, больше аргумента не надо. Если человек имеет уши, он услышит. Видите, они сами бесталанные. Почему? Трусливые. Что интересно, вместо, если человек чуть-чуть маленько оперяться начинает, он начинает дерзким быть. Почему? Зачем дерзким быть? Дерзновенным. Это вопрос другой, но не дерзким. Но сидит вот рядом золотого... Ну, представь, я против правил канонических. Это полторы тысячи епископов. Самая большая сегодня по числу епископов православная русская церковь, патриархат. Это 306 епископов. Ну, 307 с патриархом. Может быть, сейчас побольше уже стало. Ну и что? Ну, даже пусть будет в два раза увеличим 600, но не полторы тысячи. Их сегодня во всемирном православии столько нету. А это на соборах были. Какие отцы, какие решения принимали. И как это? Мы такие же люди... Ну, такие тогда и не надо принять, раз такие же мы люди, как они. И так же благодать. Она благодать прошла. Почему она другая должна быть благодать сейчас? На их слова я просто буду вопросы ставить-то. Мы такие же. Ну, хорошо, такие же. Ну, они говорили, тысячелетия жили. Поясни, что вопреки слово Божие тут было? Нет ничего. А почему я должен теперь их слова своими заменять? Перевод другой давать? Ответа-то никакого нет. Это все колобродят люди, которые не знают наизусть священного писания. Не знают. И живут они по-мирски. Эти люди не просто так-то, они мирские люди, у него мирское мышление, чисто рафинированный мирской ум. Никакой зацепки страха Божьей никакого нету. А если была крепкая вера, страх Божий, ну как, даже к сарабрятцам вот приди, там совсем писание не знает. Ну как, Златоуст сказал, или там сказал Феофилак, да там тебе рта раскрыть не дадут. Ефрем Сирин, это такая популярная личность. А здесь ничего нет, ни авторитетов, никого нет. Он авторитет должен быть. Ну теперь решай, кто из нас гордый. Я склоняюсь перед ними, а ты поносишь их. Поэтому мне разговаривать не о чем, мне некогда говорить, я лучше с вами поговорю. Вы не против, что этот ролик мы выставляем в интернет? Нет, я только за. Ну слава Христу. Слава Христу. Я спрашиваю, да. Еще что есть? Ну еще один тогда вопрос есть, но он, наверное, поясняет то, что вы уже сказали, потому что иногда слышишь такую апелляцию, ну ведь епископ благословил, ну вот там были епископы и наш епископ, но мы же не можем идти против нашего епископа. На нем также были руки апостолов. Ну такой же аргумент получается, в общем-то, мне кажется, он тоже снят. Ну тут тоже очень часто такое слышишь и от клириков, и от мирян. Если он такой же епископ, он должен слушать, что тогда сказали епископы. Если он такой же. Там они все были согласованы, согласны вместе, приняли это дело, а теперь такой же. Не такой, значит. Это советский сергианец. Этот лживый, предательский, он совершенно не похож на тех. Корыстолюбец. Да может быть совершенно не рожденный свыше. Не говоря уж о страшных мирских грехах. Такой же. Как обо мне писали, говорит, я иду, тогда был архиепископ Гедеон Докукин здесь, Новосибирске. Он от Красноярска был. Я говорю, почему же вы не смотрите, вот принимаете в монашество. И она монашка, а он монах. И никого нет, живут в одном доме. Это положено. Я мирской, я живу. То есть у меня спроса никакого нет. Канона-то нет такого, лишь бы блуда не было. Но вот это не положено. Не положено. Ну, Игнатий, ну что ты? Это он мне машет. Я говорю, ну Василий Великий, правило такое, вот это правило. А архиерея мне говорит, ну кто такой Василий Великий? Такой же мужик, как мы. А дальше кто пишет, а ты говорит, ну уж вот этого Игнатий стерпеть не мог. А это Кирилл Сахаров пишет, этого же стерпеть не мог. Такой же. Вот такой же Василий Великий. А у самого архиерея две ванны. В одной специально на меду там намащивается, чтобы волосы пушистые были. Такой же. Такой, да не такой. Ты сначала поживи одну неделю, как Василий Великий жил. И ты увидишь, что с тобой будет. Они жили так, что хлеб пекли специально, такой, что его и есть невозможно было. Вот пекари были. Так-то и я спеку. Как этому было сказано, пеки на Человещем Кале. Вот это да. Но он только упросил, говорит, на коровьем там, чтобы... Ну. И было это. Повеление Божие при том. А сегодня только сказал об этом. Ой-ой-ой. Описание-то не знают. А ты склонись, Господи, что скажешь. Вот я-то скинул ролик там, правда, об Игиле там. И увидишь, что там творится. Где, что они делают. Как насилуют, как убивают и прочее. Это кровь убитых в апиет. И так надо принять. А какое лекарство? Одно. Посты, молитвы и милостыни. Все. Вот это триада должна быть. И больше ничего нету. Сколько бы их не было, мы обязаны оказать им любовь. Так на его совести тысячи человек. Другого-то нет закона. То есть, что ты мне рассказываешь? Не увеличиваешь число его преступлений? Может быть, 999 только убил? Ну и заключительный вопрос. Игнать, Дмитрий Николаевич, обед перед Богом. Вот я где-то встречал об этом и на форумах были различные толки, рассуждения и так далее. Вот когда обед перед Богом, это действительно обед перед Богом? Что я ответил? Когда обед перед Богом действительно именно? Когда? Когда так принято. Вот епископ, там священник предком-то был. А когда человек дает обед один, где-то, допустим, был, ну, трудно в чеченской компании, и он пообещал не жениться. Кто его за язык тянул? Ну, это тоже обед. Это он перед Богом сказал. Но, а потом вот начинает так. Это считается еще епископ может разрешить. Там будут последствия какие-то. Пришло время, встретился с девушкой, все это затихло, раны, говорится, засохли. Ну, и опять. Я слышал, нам рассказывала мама, у них там один мужик в пургу заблудился. Ну, понятно, что куда не пойдет пурга ничего не видно. Он взмолился, Господи, если только Астан. Я мясо есть не буду и бороду трогать не буду, Астан бритый. Вдруг маленечко Буран потих, он смотрит, мельница недалеко, он туда, а там мельник был, принял, там тепло было, а килимался. И правда держал, говорит, до конца, до смерти. Люди не поймут, что с ним. Он говорит, я обед дал Богу. Ведь с этим не надо. прочный обед, это вот как у монашества, это абсолютно уже ненарушимый. А этот как будто бы может снимать епископ. Хотя я так не думаю. Я думаю, где бы ты ни был, ну, не то, что не обдуманно. Хотя в Писании говорится, если она дала обед, ну, это называли другое, назарейство там как было, но, а отца не уведомило-то, то отец не снял, то она не остается, муж может снять. Библия говорит. То есть, это для женщин касается, а для мужчины вопрос сложнее, потому что на ним только Бог. Женщине легче, у нее глава рядом, муж, а мужу глава Христос, иди разберись, как он смотрит. Такой прямой разговор, как Моисей, это вряд ли каждый имеет. А он, говорит, лесом к лесу разговаривал. А тут она может переспросить. Так что, женщине легче спасаться в данном вопросе. Все. Все? Спасибо, Христос. Все, с Богом. Оставайтесь с мира. С Богом. А слава Божию. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.